Добрый день, друзья, с вами Ольга. Сегодня будет не совсем обычное видео не о каменистом саде, а о его пернатых гостях-дроздах, которые решили на время в нем обосноваться. В их семействе где-то около 60 разновидностей, но я вас познакомлю с одной из них, с дроздами-ребинниками. Такое название они получили из-за любви к ягодам рябины. Гнездятся дрозды-ребинники колониями от нескольких пар и больше, но вот таким разнообразным трескучим щебетанием они заявили о своем присутствии в саду. Живут эти птицы группами, смело защищают свою территорию и не дают себя в обиду. Вот там на заборе сидит самка. Внешне она почти ничем не отличается от самца. Ну а он волнуется, так как я сейчас нахожусь в зоне их гнездования. Вот с таким громким щебетанием дрозд пытается прогнать меня, как он считается, своей территории и тем самым защитить свою семью. В начале лета лианы девичьего винограда быстро идут в рост, набирают зеленую массу и прикрывают своей листвой опоры в виде арок. Вот среди такой густой зелени дрозды-ребинники свели свои гнезда. Вообще, как правило, они располагают их на высоте 3-4 метров в развилках ветвей около створола дерева, но, видимо, такая густая зелень арок им настолько понравилась, что их даже не смутила недостаточная для безопасности высота и также присутствие людей на этом участке. Одно из гнезд дрозды разместили в арке примерно на высоте полутора метров. Оно имело вот такую чешевидную форму, свитые стеблей травы, разных древесных волокон и еще лишайника ягеля, который они собрали в нашем саду. Затем весь этот строительный материал, птицы скрепили землей и еще глиной. Вообще, гнезда дроздов-ребинников очень крепкие и надежные. Да, и еще на дно они укладывают мягкую траву или листву. Второе гнездо разместили в листве на вершине другой арки. Оно выглядело тоже прочным и крепким, в диаметре примерно где-то 15-20 сантиметров. В нем самка отложила 5 яиц, ну и в другом гнезде я обнаружила 4. В то время как самка насиживает яйца, а это длится примерно 2 недели, самец зорко следит за территории гнездования и если близко к ней подойти, то с громким щебетанием начинает атаковать. Он проносится над самой головой, выбрасывает порции помета, причем так метко и целенаправленно, что мне приходилось жертвовать своей одеждой. Так что рябинники довольно умные птицы, они собственники и стараются никого не подпускать к месту своего гнездования. Но средством защиты, как я уже говорила, является помет. Так они обстреливают им своих недругов. Пока самцы защищают гнезда и самок, через две недели после кладки яиц появляются птенцы. Когда вылупляются птенцы, родители их кормят по очереди. Выкармливают червями и личинками насекомых и за один день они приносят корм в гнезду около 100-150 раз. Вообще дрозды рябинники это всеядные птицы, они любят дождевых червей, разных насекомых, но любимым лакомством для них являются ягоды. Они любят сладкое, поэтому в поисках вкусных ягод ищут такую территорию. Маленькие птенцы очень прожорливые, они постоянно хотят есть, поэтому питаются примерно 13 раз в час. Родители их кормят в течение двух недель до того времени, когда птенцы становятся самостоятельными и уже умеют летать. И еще хочу добавить, что дрозды рябинники это заботливые и любящие родители. Я наблюдала из окна дома, как в ненастный дождливый день во время сильного ветра самец и самка прикрывали крыльями своих птенцов от непогоды. Перья у них плотные, смазанные кожным салом, поэтому они не промокают в дождливый период. Но из-за сильного парового ветра было ощущение, что гнезда пострадают, так как арки с девичьим виноградом мотала из стороны в сторону и листву тоже трепала дождем. Но, к счастью, все обошлось и никто не пострадал, все девять птенцов были под защитой своих родителей. Несмотря на то, что рябинники пугливые и осторожные, не доверяют людям, они очень смелые и, защищая свои гнезда, могут погибать в бою за свое потомство. Голос у них скрипучий, стрекочущий, они громко кричат при опасности и оповещают других птиц своей колонии. Еще интересно, что кроме защиты своей территории, они также помогают и другим, более мелким птицам одолевать хищников. Поэтому воробьи и синицы стараются жить близко с колониями дроздов, чтобы находиться под их защитой. Единственным неудобством в это время, пока птенцы росли в гнездах, работать, конечно, в саду в зоне гнездования было для меня очень проблематично, так как дрозды, наблюдая за мной сверху и видя, что я нарушаю границу их территории, просто атаковали струями помета. Так что мне приходилось прикрываться зонтиком. А тем временем птенцы росли, набирали сил и спустя две недели им уже тесно было в гнезде. Они хорошо оперились, были похожи на взрослых птиц, но все еще зависели от родителей, так как пока не умели летать и добывать себе еду. Такими хорошенькими они стали, вот эти пять, которые росли в гнезде первой арки на самом верху. Они были очень доверчивыми, не боялись моего присутствия, видимо у них еще отсутствовало чувство страха. Примерно через 14-15 дней маленькие дрозды исследуют мир за пределами гнезда. Они пока еще не умеют летать, но прыгают по веткам, сидят в кустах на земле или вот как этот на перилах садовой арки. Так выглядит двухнедельный птенец дрозда рябинника, вот такой настоящий красавчик. Сидит с гордым видом, невозмутимый и с этого дня он начинает познавать новый мир. Еще один птенец тоже выпрыгнул из гнезда и приземлился на камень, поросший мхом. А этот малыш притаился в кустах земляники. Недалеко от розария другой отдыхает на камне. В это время птенцы развиваются и крепляют крылья и мышцы ног. Они еще не летают, а только прыгают по земле. И в это время за ними наблюдают родители. Если вы встретите такого маленького птенца, не думайте, что он потерялся, не пытайтесь ему помочь, не берите в руки и не кормите. Птенец должен сам адаптироваться в окружающем мире, иначе он не сможет просто выжить самостоятельно. Мне, конечно, посчастливилось на протяжении этих двух недель наблюдать за жизнью птенцов-ребинников, смотреть, как они учились летать под присмотром родителей. Я видела их первые неудачи взлететь и победы над собой. Во втором гнезде птенцы тоже подросли и, покинув его, разбрелись по каменистому саду. Здесь, конечно, им было безопасно и никто их не мог обидеть. Где-то еще в течение одного-двух дней некоторые из них учились летать. Но когда птенцы были голодные, они начинали кричать. Тогда самец и самка находили их в саду по звуку и докармливались с земли. Что ж, все птенцы разлетелись, а вот этому никак не удавалось научиться летать. Он тренировал свои крылья, преодолевая высоту. В моем каменистом саду нет пока высоких деревьев, поэтому ту и другие кустарники были ему в самый раз. Он перелетал с одной на другую и все это под присмотром своих родителей. А они своим щебетом подбадривали его. После нескольких неудачных попыток взлететь на забор, были и падения вниз. Но птенец так старался, что у него все-таки все получилось. Он наконец-то преодолел эту высоту, и мы все за него были рады. Какое-то время он сидел на заборе на своих неокрепших ногах. Хвост у него был совсем короткий, еще не вырос нужной длины. Ну и чувствовалась его неуверенность. В это время кто-то из его родителей продолжал за ним наблюдение и подбадривал. Ну а птенец собрался силами и полетел. Молодец, он все смог. Что ж, в добрый путь, малыш. Пусть в этом мире тебя никто не обижает. Вообще продолжительность жизни дроздов-ребинников примерно от 10 до 15 лет. Но, к сожалению, в диких природных условиях средняя продолжительность их составляет около 6 лет. Так как многих съедают хищники, ну а некоторые, как я уже говорила, погибают в бою, защищая свои гнезда. Друзья, вот, пожалуй, на сегодня и все, что я хотела вам рассказать о жизни таких интересных птиц, как дрозды-ребинники. Они в течение месяца жили в нашем саду и растили птенцов. Сейчас в саду стало тихо, но в лесу я до сих пор слышу их щебетания. Вам спасибо, что провели со мной это время. Заходите в гости. Ну, с вами была Ольга и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok